Давайте будем начинать. Уже девятая лекция. Мы с вами в конце прошлой лекции начали уже работать с расслоениями. Я определил, что такое локально-кривиальное расслоение со структурной группой. С одной стороны, это определение достаточно навернутое, поэтому я его повторю кратко. С другой стороны, мы с ним будем продолжать работать, поэтому это по-прежнему для нас важно. Как я говорил, что нужно иметь здесь в виду, очень полезно иметь картинку отображения листа Мебиуса в окружность. Давайте я нарисую эту картинку снова. Вот у вас лист Мебиуса. Он отображается у вас в окружность. Как я говорил, это отображение устроено просто. То есть вот у вас лист Мебиуса, он получается у вас склейкой из такой полосы. Единственное, что мы с вами будем считать, что эта полоса, она такая бесконечной швины. То есть вот здесь у нас на самом деле вся вещественная прямая. И у вас здесь есть патриальная окружность, и на нее корректно определена проекция. То есть у вас любая точка листа Мебиуса, она у вас корректно проецируется на вот эту самую экваториальную окружность. И какое вот самое важное свойство здесь есть? Это свойство, оно следующее. Что вот если я возьму здесь какую-нибудь такую маленькую окрестность, это я назову ее альфа, потому что у вас там, в общем, определение. Ай, зависло, да, правда. Сейчас, секунду. Вот, значит, картинка. Значит, если возьму здесь такую вот маленькую окрестность у альфа, так, значит, это вот у нас проекция, которая P, то у меня вот ее прообраз, который над ней висит, да, вот у меня вот тут, вот, значит, вот тут, да, вот у меня этот прообраз, который здесь висит, вот это вот у меня P-1 от у альфа, да. Значит, он у меня устроен как прямое произведение. Это у нас такая главная идея, которая была за локально-кривиальными расслоениями. Это то, что локально устроено как прямое произведение. Там около этого мы развели некоторый формализм, потому что это просто сказать, что локально-кривиальное расслоение – это что-то, что устроено локально как прямое произведение. Но на самом деле, что это значит? Значит, у нас вот есть E, который у нас отображается в B. Значит, у нас, я напомню темную, что E – это тотальное пространство расслоения. Значит, B – это у нас проекция. А B – это у нас база расслоения. Значит, что у нас дальше есть? У нас есть некоторое такое вот покрытие, которое, значит, у нас тривилизующее покрытие. Вот один его элемент у альфа – это тривилизующая окрестность. Да, значит, у нас вся база – это объединение вот этих вот тривилизующих окрестностей. И у нас, значит, вот эта штука, значит, вот то, что у нас сверху висит над тривилизующей окрестностью, устроено как прямое произведение. Да, то есть, значит, вот у нас, значит, здесь внизу есть у альфа, который у нас, значит, он у нас внутри базы. Над ним здесь висит его прообраз. Это, значит, у нас в тотальном пространстве. Вот, как бы, значит, здесь я как-то там, значит, просто пишу, что это у нас дифиаморф на прямом произведении, но нам нужно его как-то там назвать. То есть, вот у нас этот вот дифиаморфизм, мы называем его фи-альфа. Значит, здесь у нас просто у альфа на f, да. Здесь у нас просто проекция на первосомножитель, да. То есть, как бы, вот это вот у нас просто тривиальное расслоение. Значит, тривиальное расслоение над у альфа со слоем f. Значит, у нас есть f, это у нас слой. Значит, над каждым у альфа, кусочек нашего расслоения устроен как тривиальное расслоение над у альфа со слоем f. Значит, вот это вот фи-альфа, это, значит, у нас тривиализующее отображение. Почему оно называется так? Ну, понятно, потому что надтривиализующей окрестности кусок вашего расслоения устроен как тривиальное, и вот это отображение тривилизующее, оно осуществляет вам этот дифиаморфизм между ними. Так, сейчас, секундочку, дайте я открою страничку с участниками, а то, если кто-то будет стучаться, я его не увижу. Вот, значит, вот такая вот штука. Значит, что здесь дальше надо сказать? Значит, вот все вот вместе, вот это вот у альфа и фи-альфа, вот это называется у нас тривиализация. Это, в общем, бывает лишних символов. Вот. Вот такая штука. Значит, что здесь еще нужно сказать? То, что мы с вами обсуждали в прошлый раз, а как бы как это устроено на переключениях? То есть, как бы, вот то, что я сказал сейчас, вот это вот то, что нужно, чтобы у вас было локально-тривиальное расслоение со слоем F. Значит, вот. Теперь дальше, значит, откуда берется... Давайте, нет, даже так, давайте даже вот здесь напишу, что вот это у нас локально-тривиальное расслоение. А дальше давайте, значит, я это скопирую, потому что дальше нам нужно вспомнить, откуда вообще берется структурная группа. Да, значит, вставить локально-тривиальное расслоение. А вот дальше что-то важное, даже напишу это каким-нибудь ядовитым цветом со структурной группой. По-моему, все зависло. Да, все зависло. Это я уже тоже увидел. Перезапустим. Сейчас что же делать? У нас какая-то карма тяжелая. Значит, локально-тривиальное расследование с структурной группой. Значит, как я вам уже говорил, как бы вот с точки зрения топологии, в общем-то, структурная группа там часто не очень нужна, вот, а с точки зрения дифференциальной геометрии она нужна. Поэтому, значит, нам понадобится ее определить. В чем, значит, дело? Как бы дело у нас вот в чем, как бы вот пусть у нас есть, значит, как мы с вами обсуждали, да, давайте мы вспомним, значит, такое соглашение из алгебрической топологии, да, значит, я пересечение окрестностей у альфа и у бета буду обозначать как у альфа-бета, да, если мне понадобится пересечение у альфа, у бета и у гамма, это будет у альфа-бета-гамма и так далее. Это очень удобное соглашение, да. Значит, что у нас есть? Вот у нас есть такое вот пересечение у альфа-бета, и над ним здесь висит его прообраз. Альфа-бета с одной стороны внутри у альфа, поэтому я могу тривилизовать его с помощью фи-альфа. А с другой стороны это внутри фи-бета, то есть это у альфа-бета лежит внутри у бета, поэтому я могу тривилизовать с помощью фи-бета. И мы рассматриваем здесь такое сквозное отображение, которое у нас фи-альфа минус первой на фи-бета. Что мы тогда про него можем сказать? Вот фи-альфа минус первой на фи-бета, если я применяю его к xf, x это у меня из альфа-бета, это у меня что-то такое из слой, что-то такое будет. Значит, вот у меня этот x проецируется здесь, xf проецируется здесь в x, и над ним здесь тоже должно висеть x что-то там, поэтому у меня этот x не преобразовывается просто-таки никак. А f у меня как-то преобразовывается, и это как-то у меня гладко зависит от x. И мы это писали так. Давайте я буду писать правильный порядок индексов. Если я пишу так, то, значит, из альфа-бета, значит, от x на r, где, в общем-то, вот это самое же бета-альфа от x, это у меня какой-то такой дифиоморфизм слоя. И, как я говорил, как бы это какая-то такая колоссальная группа, бесконечномерная, в некотором трудноопределимом смысле даже, поэтому как бы с ней работать очень трудно. Поэтому мы поступим следующим образом. Мы будем считать, значит, что пусть, значит, есть действие, значит, группы ли же на слой f. Так вот, тогда, значит, мы будем говорить следующее, значит, такое вот, значит, определение, да, значит, значит, вот это самое e, p, b, это, значит, у нас локально-тривиальное расслоение со структурной группой g, значит, если есть действие, значит, вот этой самой g на f, на слой f. И такая тривиализация, значит, что у нас вот этот самый g, beta, alpha от x, всегда подлежит в группе g. То есть мы можем считать, что на самом деле у нас просто вот, значит, вот этот вот элемент группы g, который действует на слое. То есть, как бы у нас, то, что у вас есть действие группы, это обозначает, что у вас группа g, она как-то отображается вот в это самое, в дефиоморфизм, да, и вы можете считать, что вот эта штука, она лежит в образе. Значит, это такая штука, которая сразу в голову не входит, значит, об этом надо думать, вот, значит, поэтому, значит, мы будем об этом говорить там еще и еще, да. Значит, давайте мы теперь заметим вот такую штуку, что вот это вот g, beta, альфа, да, что это такое? Это у нас на самом деле отображение из у альфа, бета в g, гладкое причем. Почему? Ну, потому что у нас вот эта вот штука, она должна быть гладкой, да, поэтому, как бы, у вас там все, дело гладкое, гладкое отображение. Вот, значит, оно называется склеивающий коцикл. Почему склеивающий и почему коцикл, мы обсудим. Почему склеивающий? Давайте мы заметим, во-первых, свойства, да, значит, смотрите, как бы, очевидное свойство следующее, g альфа, альфа, это просто единица в группе. Ну, почему? Потому что, если я, значит, если у меня здесь, как бы, фи альфа и фи альфа, да, то у меня, значит, здесь просто проживательное отображение, поэтому, естественно, это единица в группе. Другое свойство, как бы, что если я возьму, значит, g альфа, бета, а потом я возьму, g бета альфа, то это будет единица. Ну, почему? Ну, потому что, ну, как бы, ясно, что, как бы, если я сделаю здесь вот такую вот композицию, да, значит, которая сперва эта, а потом я возьму композицию с фи бета в минус первой на фи альфа, у меня будет, значит, вот очевидное отображение, да. Значит, и третье свойство, оно такое, значит, у меня есть из альфа в бету, а потом из бета в гамму, а потом из альфа в альфа. Плохо, плохо, что зависло, так и будем учиться. Значит, вот это тоже будет е по тем же самым причинам. Каждая из этих точечек, оно верно там, где оно определено, да, то есть вот это вот на у альфа, потому что g альфа альфа определено на у альфа, вот это у меня на у альфа бета, потому что g альфа бета и g бета альфа определено там, а вот это у меня, ну, на тройном пересечении у альфа бета гамма. На самом деле, естественно, что я могу писать более длинные цепочки, да, но для нас важно это, и мы увидим почему. То есть, как бы это вот такие вот свойства склеивающего кацикла. Почему это теперь склеивающее? Вот давайте посмотрим, как бы, чего это на самом деле значит. Вот представим, что я хочу восстановить мое расслоение по каким-то данным. Да, вот давайте мы вернемся к той картинке, которая у нас уже была. Да, вот у меня есть лист мёблиуса, да, вот. Вот представим, что я имею вот эти вот полосочки, вот эти вот p-1 от у альфа, которые у альфа на r. Да, вот как мне из них склеить лист мёблиуса? Ну, я буду просто мечтать их там склеивать, склеивать вот так, а в каком-то месте я переверну, потому что это лист мёблиуса, да. Вот в общем случае, эта штука, она вот абсолютно вот такая. Чего на самом деле ваш склеивающий кацикл описывает? Он описывает, как мне вот это вот склеивать с вот этим вот, чтобы мне склеить у альфа на f и у бета на f, да. То есть смотрите, у меня картинка-то вот какая на самом деле. Давайте я нарисую маленький кусочек. Вот у меня маленький кусочек базы, да. Вот у меня, значит, у альфа, вот у меня у бета. А давайте я здесь нарисую маленький цвет, вот это вот у меня у альфа бета. Вот у меня здесь висит моё тотальное пространство, да. Тогда что, значит, вот у меня, давайте какими-нибудь разными цветами рисовать, да. Значит, вот у меня, вот вот это вот у меня, это у меня у альфа на f, да. П-1 от у альфа, да. А вот это вот у меня, вот вот эта вот часть, это у меня вот п-1 от у бета. Вот это у меня устроено как у а у бета на f, да. А вот вот эта вот часть, вот вот эта вот, давайте я её увеличу здесь, я напишу здесь, значит, чтобы здесь что-то такое влезло. Это вот п-1 от у альфа бета, да. Посмотрите, п-1 от у альфа бета, это вот ровно там, где у меня вот эти вот куски, которые у альфа на f и у бета на f, они у меня, значит, так вот накладываются с перехлёстом. И вот я вот этими самыми, вот, значит, с помощью вот этих же бета-альф, я просто объясняю, как их склеивать. То есть, смотрите, это такое очень простое, в общем-то, утверждение, вот, значит, как восстановить е. Чего нужно делать? Нужно брать у альфа прямые произведения на f. Это я беру вот такие вот полоски, да. Дальше я буду просто брать их дезинутное объединение по альфе. Так, значит, я поставлю здесь скобки, чтобы было ясно, что я беру. Вот. А теперь смотрите, что я буду делать. Я буду просто здесь брать их фактор пространства. Я буду просто брать фактор пространства по вот такому вот отношению эквивалентности, да. Что значит, у меня, у меня, значит, xf эквивалентна x' f' тогда и только тогда, когда верно вот что. Смотрите, x у меня в у альфа, x' в у бета, они при этом равны. То есть, это значит, что все это лежит с пересечения у альфа на у бета. А дальше вот что значит, что если я возьму f, который у меня вот висит над у альфа и подействую здесь g вот этим самым от x, то у меня получится f' Ну, просто потому что они у меня именно так должны склеиваться. И вот вот это вот у меня е. То есть, смотрите, что у меня получается, как бы у меня получается следующее, что мы можем восстановить е по следующей... Да, а проекция, она естественна, да. Значит, проекция у меня от xf, она у меня равна просто x. Да, то есть, смотри, значит, расслоение восстанавливается по следующим данным. Значит, что мне здесь надо? Значит, мне нужна база B. База, да. Дальше мне нужно термализующее покрытие. Значит, дальше мне нужен f, это у меня слой, да, значит, вот как бы если у меня есть вот три вот этих штуки, то я уже сделаю вот вот это. А дальше мне осталось взять и профактуризовать, а для этого, значит, мне нужны еще склеивающие кроциклы. Вот, поэтому склеивающие кроциклы, они важны, да. Давайте мы посмотрим на вот пример важный. Да, вот я возьму лист Мебиуса над окружностью. Значит, вот у меня окружность, да. Давайте я возьму здесь три окрестности. Да, значит, я хочу брать, значит, там какую-нибудь, там, вот такую, это, значит, у меня у1. Дальше я хочу брать какую-нибудь, значит, вот такую, вот это у меня у2. Дальше я хочу брать какую-нибудь, значит, вот такую, вот это у меня у3. У них есть пересечения, да, эти пересечения, вот они здесь, давайте напишу, вот у1-2, вот это у меня у2-3, А вот это у меня У1-3. Смотрите-ка, можно, конечно, взять на окружности покрытие двумя окрестностями. Но это будет неудобно, потому что у вас пересечение будет иметь две компоненты связанности. А так у вас каждое пересечение имеет одну компоненту связанности. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, у нас здесь база. Это у нас просто окружность. Давайте по этому словарю идем. Значит, вот эти самые у альфа, они даны у нас здесь. Слой. Слой здесь это R. Ну, потому что, как я говорил, мы хотим иметь листные усы бесконечной ширины. А теперь склеивающие-склеивающие-склеивающие-склеивающие коциклы. Смотрите. Вот я на самом деле листные усы склеиваю, как я его склеиваю. Или вот просто так вот кождец, или перекручиваю. Поэтому я могу считать, что у меня вот это самое... А, да. Ну, все-таки здесь мне нужна еще G. G – это структурная группа. Ну, смотрите-ка. Для просто локально-тривиального расслоения можно обойтись и без структурной группы. Но если структурная группа есть, ну, это указывает, где у нас живут эти склеивающие коциклы. Вот. Поэтому здесь группа – это будет просто кто? А это просто GL от единицы, которая просто R-звенчика. Вот. А склеивающие коциклы у меня тогда будут просто вот как здесь. Смотрите-ка. Чтобы получить листный обеуса, мне нужно две склейки сделать торжец на одну с перекручиванием. Ну, и давайте напишу, что вот у меня вот G1-2 здесь – это торжец на единица, да. Вот G1-3 – это у меня торжец на единица. А, например, вот G2-3 у меня торжец на минус единица. Ну, и все. Как бы вот у меня вот будет три куска таких, да. Значит, они в двух местах склеиваются у меня просто торжец, да. А еще в одном месте они у меня просто перекрутятся. То есть, вот когда вот вы думаете про восстановление расслоения по вот этим вот данным, вот я всегда очень советую представлять себе этот пример того, как у вас листный обеуса расслаивается над окружностью. Вот. Очень хорошо. Теперь давайте мы поедем дальше. Значит, что нам еще тут надо сказать? Так, сейчас. Надо ли мне сразу обсудить? Давайте так, давайте мы сперва поговорим про примеры, да, значит, вот. А потом мы с вами поговорим про то, почему это действительно коциклы, как это связано с когомологиями, потому что если начать об этом говорить сразу, то я боюсь, что значит, начать слушать у нас просто отвалится в астрал, как бы они уже дальше к нам уже не вернутся, что называется, да. Вот знаете, я не помню, говорил ли я это в прошлый раз, но есть такой важный класс расслоений. Смотрите, расслоения, они вот, они бывают совершенно разные, да, в том числе даже вот локально-тривиальные расслоения, они бывают совершенно разные, и локально-тривиальные расслоения с группой тоже бывают разные, и вот среди них очень важный класс – это векторные расслоения, да, значит, локально-тривиальные векторные расслоения. Что это такое? Это такое расслоение, у которого, значит, слой F – это какое-то векторное пространство. Оно может быть вещественное или комплексное. Соответственно, у нас, значит, есть вещественное, то у нас тогда, значит, вещественное векторное расслоение. А если комплексное, то у нас тогда комплексное вероятное расстояние. А структурная группа G — это какая-то подгруппа линейной группы GLV. Это обозначает, что у вас действие на слое всегда линейное, поэтому у вас это частный случай. Он очень важный, поэтому мы о нем говорим отдельно всегда. Здесь только надо сказать следующее. Я хочу сказать, что вот эта вещественность или комплексность слоя не имеет никакого отношения к тому, что у вас происходит с базой. То есть не надо думать, что у вас комплексное векное расслоение, только если у вас база — это какое-то там комплексно-аналитическое многообразие. Ничего подобного. У вас комплексное расстояние может быть над какой-нибудь совершенно вещественной базой. Это не имеет к этому никакого отношения. То есть там не надо никакой там некомплексности, неголоморфности вообще. Это просто свойство того, что слой у вас — это комплексное векное пространство. Конечно, там среди них очень важная вещь, которая изучается в комплексной геометрии — это такие расслоения, у которых там действительно база — это голоморфное многообразие. И там склейки у вас, вот эти самые склеивающие конструкции, они голоморфные, но в вещественном случае это тоже вполне есть. Вот такая штука. Значит, давайте мы сразу скажем, что у нас вот размерность в — это называется ранг вот этого самого ве, это называется ранг векторного расслоения. Я прошу не путать это дело, оно, в общем-то, совершенно не равно размерности е. Не надо путать ранг с размерностью тотального пространства. Это разные вещи, это разные числа. Дальше надо сказать следующее, как бы, что надо сказать, что есть некоторые разнобои, да, значит, как обозначают расслоение. Тут вас ждут глубины. Иногда пишут, что это, значит, тройка. Иногда пишут, что это вот такое вот отображение. Иногда пишут какую-то там букву, которая обозначает у вас всю эту тройку. А иногда пишут просто тотальное пространство. Это в основном, значит, если П и Б ясны из контекста. Поэтому, в частности, у вас может быть, значит, ранг кси, а может быть ранг е — это то же самое, да. Вот тут, к сожалению, у нас никакого, значит, согласия в обозначениях нет. Отлично. Отлично. Давайте теперь посмотрим на примеры векторных расслоений. Это важно. Ну, значит, первый пример, который, значит, ясен, это когда у вас база на какое-то векторное пространство над базой, да, это у вас просто, значит, тривиально. Вот, значит, скучно, да, ну, пример нетривиального, да, значит, лисмеглуса над окружностью, да, слой, значит, у вас здесь просто R, да. А вот пример такой, значит, нетривиальный — это касательное расслоение. Это, видишь, такое очень важно, да, то есть, значит, пусть у нас есть M — это какое-то гладкое многообразие. Да, значит, и можно взять, значит, вот TM — это которое у нас просто такое дизюнтное объединение по всем точкам M касательных пространств. Значит, я думаю, что это у вас там в курсе анализа на многообразиях было, как бы, да, потому что такая вещь, без которой никуда. И там доказывают, что на самом деле это гладкая многообразие. Давайте мы заметим, что у нас на самом деле есть естественная проекция из TM в M. Она устроена так, значит, что P от V равно у нас X, если V — это касательный вектор в точке X, да. Потому что, значит, если V у нас — это элемент TN, так как у нас TM — это объединение касательных пространств, он лежит обязательно в каком-нибудь касательном пространстве над какой-нибудь точкой X. Ну вот, значит, в эту точку мы его и будем проектировать. Давайте, значит, мы посмотрим, как здесь вводится, значит, структура гладкого многообразия, какая здесь структурная группа и так далее, потому что это очень важно и очень поучительно, да. Смотрите-ка, вот у меня, значит, есть M, да, пусть у альфа это у меня просто, значит, атлас на M. То есть я в качестве треволизующих окрестностей буду брать просто окрестности из атласа, да. Значит, там тогда есть какие-то локальные координаты, да. Давайте, значит, я буду обозначать их как-нибудь там. Вот, смотрите-ка, я не очень хочу писать здесь какие-нибудь там X1 с индексом альфа, потому что у нас сейчас будет какая-то каша из индекса. Давайте скажем так, вот если у меня есть, значит, у альфа, тут у меня, значит, будут координаты какие-то X1, Xn, да. Вот, скажем так, я здесь напишу размер. Пусть размерность M равна N. Это какой-то такой странный обучение в дифференциальной геометрии, что размерность M – это N, но не M. Ну, пусть и будет так, да. Вот, значит, тогда смотрите-ка, что это значит. Вот если у меня V, какой-нибудь вектор, принадлежит у меня касательному пространству над X, а X у меня принадлежит у альфа, да. Тогда, значит, у меня я V, как вы знаете, могу написать какому-нибудь V1D по DX1 плюс и так далее, плюс Vn на D по DXN. Угу. Отлично. Тогда смотрите, вот у меня, значит, P-1 от у альфа, да. Что у меня такое? Это просто объединение по всем X из у альфа соответствующих касательных пространств. Давайте тогда у меня будет такая штука. Значит, мне нужно взять и построить здесь отображение, тивилизующее вот это V у альфа на V. Значит, я буду считать, что, значит, здесь у меня слой, значит, слой у меня будет здесь Rn просто, да, значит, на Rn. А тут у меня, значит, проекция на P-1. Как меня будет устроить на phi альфа? Я беру V, да. Значит, как я знаю, V у меня, значит, мне нужно поставить ему вот пару отсюда. Значит, я сперва буду писать здесь P от V, это просто вот этот самый X, это точка, над которой у меня висит этот вектор. А в качестве, значит, набора из Rn я буду писать просто набор вот этих вот самых, вот координат этого самого вектора V, вот, значит, в этом вот базисе. Отлично. Дальше пусть у меня есть у β, да, у β у меня какие-нибудь координаты будут там, я не знаю, там, Y1 и так далее, Yn. И V у меня, если он принадлежит, значит, касательному пространству из точки над у β, да, у него будут тогда координаты, значит, там, W1D по DY1 плюс и так далее, плюс WnD по DY. Отлично. А пусть теперь у меня X, да, значит, и здесь у меня, значит, все будет точно, значит, так же. Я могу, наверное, их сводить точно такую же картинку. И у меня будет, значит, φ β от V, которые будут сопоставлять тему, значит, точку, которая у меня X, и набор вот этих вот координат W1W. Отлично. А что у меня будет из X теперь принадлежит у α пересечь у β, который у α β, да. Смотрите-ка, мне нужно, значит, взять и, как вы помните, написать φα в минус 1 на φ β, да, от набора, значит, вот этого какая-то точка X, а тут у меня набор вот этих вот W, то есть W1WN, да. Ну, что это значит? Смотрите-ка, у меня есть, значит, точка и координаты вектора в координатах X над этой точкой, а мне нужно взять и найти координаты этого вектора в координатах Y. Ну, вы люди грамотные, да, и вы знаете, да, как бы, что, значит, это дело будет у меня просто, значит, у меня, значит, X, а тут у меня будет, значит, W1WN, да, значит, где? Опять зависим. Да, это печально. Где у нас, как бы, что, где у нас W2WN устроено как? Значит, это у нас будет, значит, W2WN, а тут у меня будет, значит, W2WN, да, это такая стандартная формула из анализа на многообразиях, которая говорит нам о том, как у нас преобразуются координаты вектора при замене координат, да, это стандартная формула. Давайте мы теперь глянем на это дело с стороны матрицы, да, то есть, что это такое значит? Это значит, что я столбец из вот этих вот W1WN, получаю как? Значит, тут у меня стоит матрица просто якобы замены координат, да, то есть это просто, значит, вот матрица якобы, ну, давайте, ладно, я, я, а, давайте я сделаю так, я напишу, что вот здесь у меня стоит матрица из вот этих вот штук, да, это просто матрица якобы замены координат. А здесь у меня просто стоит, значит, столбец из вот этих W1WN, да, смотрите, у меня получается, что вот это вот и есть моя матрица G-бета-альфа, да, смотрите, у меня действие на слое проистекает линейным образом, да, у меня, в самом деле, у меня вот действие линейной группы, то есть я вижу, что я вижу, что у меня структурная группа, это на самом деле GLN, ну, GLNR в данном случае, да, почему, потому что у меня, значит, определитель матрицы якобы всегда не вырожден, потому что это замена координат, поэтому, значит, у меня, значит, структурная группа, она вот такая вот, да, и у меня есть, значит, действие на координат. Вот таким образом, да, это что-то как-то становится уже неэкзотично. Вот, значит, да, то есть как бы вот, вот наша структурная группа, да, то есть вот полное описание, да, значит, что у нас, значит, и того, значит, слой, ну, давайте, значит, полностью, значит, база у нас М, слой, значит, РН, значит, цивилизующее, значит, покрытие, это у нас атлас М, которое, значит, у альфа, значит, структурная группа, это у нас просто GLNR, да, значит, склеивающие коциклы, это просто матрица Якоби, значит, замена координат, все, вот мы увидели, значит, как у нас устроено это дело, значит, то есть, значит, ТН, естественная проекция ВН, в самом деле локально-тривиальная векторное расстояние. То есть, значит, вот поэтому, когда вам там всегда говорят, что, значит, когда говорят, что вот это дело, это касательно расслоения, да, оно в самом деле касательно расслоения, это, значит, это не просто слова. Вот, значит, что надо сказать дальше, надо сказать дальше, я поднял, чтобы посмотреть циферку, дальше у нас циферка 4. Т звездочка М, которое объединение по Х из М ко касательных пространств, аналогично, да, значит, у нас ко касательные расслоения. Нужно просто вспомнить, что к векторы преобразуются у вас с помощью матрицы обратной, матрицы, с помощью которой преобразуются векторы, а это просто Якоби обратный замен. Значит, поэтому здесь это все будет абсолютно так же, да. Вот, я должен сказать здесь, что вот это тот случай, когда очень редкое расслоение обозначается как-то иначе, чем просто своим тотальным пространством. То есть, мы там часто пишем просто ТМ или Т звездочка М, именно потому, что проекция и база, они уже подразумеваются. Теперь дальше такой пример менее наглядный, но очень-очень важный. Значит, это называется универсальное, оно же тавтологическое, значит, расслоение над проективным пространством, вещественным или комплексным. Оно очень важное, мы увидим почему, как бы, а устроено оно так достаточно хитро, да, значит, оно обозначается часто как-нибудь там, значит, гамма-1 или там гамма-1 от РН плюс 1, ну или там СН плюс 1. Как оно устроено? Я расскажу про вещественный случай, комплексный, он абсолютно аналогичен. Вот смотрите, вот у меня есть РПН. А над ним я скажу, что у меня висит, значит, здесь такая вот штука. У меня висит, значит, здесь РПН, прямое произведение на РН плюс 1. Здесь есть естественная проекция на первосомножитель. А дальше я возьму тут некоторое подмножество Е, да, вот. И тут у меня тоже будет вот эта самая проекция на первосомножитель, потому что там живут у меня какие-то штуки отсюда. А как определить это самое Е? А вот это хитрая такая штука. Смотрите, у меня Е будет состоять из таких пар. Смотрите, что у меня там. У меня там сидит прямая, да, прямая, потому что у меня точки из РПН, это прямые в РН плюс 1. И какие-то векторы, да, векторы из РН плюс 1. Опять повисло. Это уже становится смешно. Что-то как-то надо как-то по-другому технически оснащаться, что ли. Как-то очень не работает этот фонтан. Смотрите, значит, вот у нас есть вот такая штука. Смотрите, что я буду требовать. Вот у меня вот L, которая точка РПН, это у меня одномерное линейное подпространство вот здесь. Так вот, я буду требовать, чтобы этот вектор принадлежал этому подпространству. Давайте мы заметим, как бы, что здесь у нас, я забыл сказать вовремя, что такое слой над точкой. Ну, хорошо, я это скажу сейчас. Давайте мы посмотрим, а что у меня такое, значит, P в минус 1 от L. Вот что висит над L, которая точка РПН. Смотрите, там же у меня над L висят все векторы из вот этой самой L. Поэтому у меня оно изоморфно вот этой самой L. Смотрите, у меня над точкой, которая есть прямая в РН плюс 1, висит сама эта прямая. Поэтому это называется, а у меня опять подбисок ран, как это не смешно. Поэтому это называется тофтологическое расслоение. Смотрите, у вас вот над точкой L висит ровно L, как одномерное подпространство в РН плюс 1. То есть здесь, значит, у нас L, как точка в РПН, а тут у нас L, как прямая в РН плюс 1. Вот поэтому это называется тофтологическое расслоение. Поэтому это называется мало букв. Тофтология – это что такое? Ну, это когда вы там то же самое говорите другими словами в философии. Поэтому, а здесь у нас как бы на прямой висит, она же сама. Почему оно универсальное, мы увидим дальше. Значит, это будет у вас в листке. Я не знаю, как бы выложу ли я листок сегодня или через неделю. Это зависит от того, сколько мы сегодня успеем. Но там будет тогда такое вот упражнение, что вот эта самая гамма 1 – это у нас, значит, верхнее расслоение. Значит, над РПН, ну или в комплексном случае, ЦПН ранга 1. Ну, почему? Ну, потому что у нас над каждой точкой висит одномерное процентство. Я сделаю подсказку немножечко, как это делать. Смотрите, вот у вас, значит, в РПН, в ЦПН точно то же самое, у вас есть однородные координаты. Вот Z0 и так далее, ZR – это у нас, значит, однородные координаты точки. Да, и у вас есть вот эти самые уитые, да, это у вас то, что называется афинные карты. Да, это, значит, это будут вот такие точки, где у вас ZI не равно нулю. Да, то есть вот надо вот взять, значит, уитые как цивилизующие окрестные, да, это называется афинные карты. Да, значит, афинные карты, значит, в проективном пространстве, значит, взять уитые как тривилизующие окрестности. Почему это так интересно? Ну, потому что вот в чем дело, как бы, да, вот вы над уитым можете разделить здесь на ZIT, и у вас тогда получится просто некоторый выбранный вектор в слое, да, как бы, то есть вот подумайте об этом, как бы, то есть вы сможете найти тогда склеивающий коцикл, да, то есть вам нужно найти, значит, что там, что у вас будет с G и J, да, вот, как бы, такое очень-очень хорошее упражнение, как бы, да. Вот, значит, аналогично можно сделать следующее тогда, значит, 6. Это у нас универсальное, может, значит, автологическое, значит, рассловение, оно обычно обозначается, там, как бы, там, гамма-К или, значит, там, гамма-К от ГРН, или, соответственно, гамма-К от ЦН, значит, над многообразием Грассмана. Вот эти, с многообразием Грассмана, там очень много разных конкурирующих обозначений, давайте я буду брать вот так, значит, или, там, комплексный случай вот так. Значит, давайте я напомню, значит, что у нас вот этот самый ЖК от РН, это у нас просто, значит, множество комерных подпространств в векторном пространстве РН. Значит, в частности, у вас, вот, если вы берете одномерное подпространство в РН плюс 1, то это просто будет у вас РПН, да, вот у вас РПН, это одномерное подпространство в РН плюс 1. А многообразие Грассмана, оно просто обобщает, значит, на комерное подпространство. Значит, если вы с ним не работали, то я подскажу вам, что там все устроено так достаточно похоже, то есть, смотрите, как бы, вот у вас, когда есть такая вот, значит, вот комерная плоскость, вы можете там выбрать какой-то такой базис. Да, значит, базис. Да, смотрите, вот у вас матрица Z, которая устроена так, это вы будете просто писать по строкам в стандартном БАИС-РН, координаты этих базисных векторов, это у вас однородные координаты. Смотрите, вот у вас в РПН у вас однородные координаты, это что такое? Это у вас, значит, вот просто вот координаты вектора, порождающего у вас одномерное подпространство, это базисный вектор, да, он пророждает подпространство, с точностью до пропорциональности, да. Почему пропорциональности? Потому что пропорциональные векторы пророждают одну и ту же прямую. А что будет здесь? Вы здесь можете выбрать другой базис, а базисы, они все отличаются действием линейной группы. Поэтому у вас Z будет эквивалентен к какому-нибудь там лямбда Z, где вот эта самая лямбда, она живет в ЖЛК. То есть там у вас однородные координаты определены как бы с точностью до пропорциональности, а здесь они определены с точностью до умножения слева на вот эту штуку. Вот это значит у вас К на Н матрица. Вот, значит, у вас, значит, вот у вас это самое ЖК там от РН, это у вас будет вот это самое пространство, значит, К на Н матриц, профакторизованное по вот этому отношению эквивалентности Z на лямбду Z. А что у вас тут вместо, например, афинных карт? Тут у вас будет вот такая штука, это будет У, значит, И1 и так далее, и К, это будет, значит, множество вот таких вот матриц, что верно следующее. Если я возьму здесь то, что находится в столбцах И1 и так далее, и К, я их соберу вместе, да, то есть вот у меня будет такая вот штука, то вот это, значит, у меня невырожденный, значит, К на К минор. Вот, вот это, значит, у меня афинные карты. Вот. То есть, как бы это все устроено так очень похоже на проективное пространство на самом деле. Вот. И у вас тут, значит, тоже есть универсальное, оно же, тофтологическое расстояние. Расстояние, я думаю, вы уже понимаете, как оно устроено, да, значит, вот тут у меня есть, значит, ЖК от РН. Комплексный случай абсолютно аналогичный, да, значит, наверху у вас, значит, давайте я изменю. Наверху у вас висит прямое произведение, значит, этот вот Гроссманиан прямо на РН, а там, значит, внутри сидит Е, который устроен как? Это такие пары, которые состоят из плоскости, да, камерной плоскости из Гроссманиана и вектора В из РН, таких, что этот вектор лежит в этой плоскости. Да, ну, как бы ясно, что, значит, что у вас, значит, Пи минус 1 от плоскости будет у вас изоморфен этой самой плоскости. Поэтому, опять-таки, это такое вот универсальное, значит, оно уже пафтологическое расслоение. Вот. Это такие примеры очень, значит, важные. Значит, мы поговорили с вами про восстановление Пукоцикла, значит, про примеры. Давайте двигаться дальше, как бы. Сейчас будет такая, может быть, тяжелая часть. Которую, как бы. Ну, ее как-то надо сказать, как бы, да. Это вот про что. Значит, вот как связан разная тривиализация одного и того же расслоения. Давайте мы здесь, значит, это дело сейчас несколько упростим. Вот. Давайте мы с вами вспомним, что у нас есть такая штука. Вот, значит, пусть у нас куальфа – это какое-то покрытие, а вот В-бета – это тоже какое-то покрытие. Тогда, значит, такое вот определение. Значит, В-бета – это измельчение значит, покрытия у альфа. Значит, если для любого бета существует альфа, которое зависит от бета, такое, что, значит, у нас В-бета лежит внутри у альфа А-бета. То есть, смотрите, как бы у нас каждый элемент покрытия В-бета лежит целиком в каком-то элементе покрытия у альфа. Тогда мы это называем измельчением. Давайте мы заметим теперь вот такую штуку, что вот если у нас есть, значит, у альфа и уже там какое-нибудь альфа-бета, да, вот это вот у нас, значит, тривиализация. И у нас есть какая-то там, ну, бета уже использована, какая-то там В-гамма – это у нас какое-то такое, значит, измельчение у альфа. Тогда я могу сделать просто то, что, смотрите, я вот эти склеивающие склеивающие коциклы буду просто сужать на вот эти штуки. То есть, смотрите, у меня тогда будет такая штука, у меня будет, значит, покрытие В-гамма, а здесь будет вот что, смотрите-ка, у меня будут же, где я буду делать следующее. Вот я хочу сужать это на какие-нибудь В-гамма-дельта. Да, это что такое? Это пересечение там В-гамма с В-дельта, а В-гамма, он лежит у меня внутри альфа от гамма, а В-дельта лежит внутри альфа от дельта. Вот такая штука. То есть, смотрите, я просто склеивающий коцикл буду сужать на соответствующие окрестности. Вот это, значит, тоже тривиализация. То есть, я могу, значит, легко взять и тривиализацию, значит, сузить на какое-то, значит, на какое-то измельчение. Это операция такая очень-очень простая, да. Отлично. Теперь давайте мы заметим вот что. Что если у меня есть, значит, у альфа, есть какие-то В-бета, то тогда у меня некоторое покрытие такое, которое состоит из у альфа, пересеченное с В-бета, это у меня измельчение, значит, и покрытие у альфа, и В-бета. То есть, если я буду брать такое вот пересечение, то это измельчение одновременно и того, и сего. Из этого следует вот что, значит. Поэтому можно свести задачу сравнения тривиализации к случаю общего тривиализующего покрытия. Ну, потому что у меня есть одна тривиализация, у меня есть вторая тривиализация. Я беру покрытие, которое состоит из пересечений тривиализующих окрестностей оттуда и отсюда. Это измельчение обоих, да. Значит, я сужаю туда склеивающий кацикл, и будет мне счастье, да. Отлично. Поэтому, значит, то, что у меня есть. Пусть у меня, значит, есть у альфа и какой-то же альфа-бета. Это у меня одна тривиализация. А еще есть тут то же самое покрытие, но какие-то такие, значит, склеивающие кациклы уже альфа-бета. Значит, вот две тривиализации одного рассвоения. Я хочу понять, как бы, а как они вообще связаны? Можно, могу ли я объяснить какую-то связь между ними? Давайте посмотрим, как бы. Вот у меня есть у альфа. Над ним у меня висит П в минус первый от у альфа. Отлично. Смотрите, я могу тривиализовать его с помощью фи альфа. Будет у альфа на слой. Тут у меня, значит, дифеморфизм. Тут проекция на первосомножие. А могу, с другой стороны, тривиализовать его с помощью фи альфа. А, сейчас, сейчас, господи. Что же я пишу-то сейчас? У нас же тривилизация, это не склеивающий кациклу. Это тривилизующие отображения. Так, так, так. Это я несу глупости. Тут должно быть же альфа. То есть не же альфа, а фи альфа. И тут у меня будет отображение фи альфа от гамма, суженное на в гамма. Что-то меня понесло куда-то не в ту сторону. И тут у меня тривилизующее отображение. Да, значит, фи альфа и фи альфа с волнушечки. О, так больше я там не люблю глупости. Не, давайте, удал покрытие. Цивилизация, цивилизация. О, отлично, да. А здесь метролизующее отображение фи альфа, значит, с волной. Тут у меня тоже у альфа на f. Тут у меня тоже проекция на первосомножечке. Отлично. Тогда я могу... Эта карахинка очень похожа на то, что мы делали для определения склеивающих подзывок. Я могу здесь написать такое вот сквозное отображение. Это у меня будет, значит, что такое фи альфа минус первое на фи альфа с волной. Вот такая штука, да. Ну, смотрите-ка, что она будет делать. Вот если у меня вот фи альфа минус первое на фи альфа с волной. Да я применяю его опять-таки к какому-то там xf. x у меня из у альфа. Это живет у меня, значит, в слое. Опять-таки, по тем самым причинам, которые были, вот здесь у меня это дело никак не преобразуется, да. А вот здесь у меня оно будет как-то там преобразовываться. Давайте назову это h альфа от xf. Смотрите-ка, это вот если у меня два локально-тривиальных расслоения, да, у меня будет здесь какой-то элемент группы дефирмаршизмов f. Теперь смотрите-ка, здесь есть некоторая такая тонкость, о которой надо сказать. Вот даже если у вас обе этих тривиализаций, они со структурной группой, у вас не обязательно, что вот эта штука, она лежит внутри же. Я сейчас объясню некоторую аналогию этого. Вот смотрите, вот как мы, это такая очень важная вещь философская, в смысле вот как мы с вами определяем гладкие многообразия. Вот в плохих учебниках вам объясняют, что вот у вас гладкое многообразие, это значит там топологическое пространство, и там, значит, карта образует атлас, там, да, значит, и у вас, значит, там функции замены координат гладкие. А в хороших учебниках вам объясняют больше. Вам говорят такую штуку, что вам говорят, что вот, значит, вот два атласа эквивалентны, из их объединения тоже атлас. Это значит, что у вас функции, у вас замены координат между координатами одного байса и другого байса тоже гладкие. Вот у вас классы эквивалентности атласов, это у вас называется гладкая структура на многообразии. И многообразие, это у вас значит топологическое пространство с гладкой структурой. Почему нужно такое уточнение? Потому что на самом деле вы на одном и том же многообразии можете построить два атласа таких, что у вас там функции перехода вовсе не гладкие между ними. Более того, на самом деле, в самых лучших учебниках объясняют, что на самом деле гладкие структуры, значит, они еще, значит, там на самом деле еще и с точностью до дефиоморфизма. Потому что, например, построить неэквивалентные атласы даже на R – это не вопрос. А на самом деле гладкая структура на R одна, потому что с точностью до дефиоморфизма. Поэтому и здесь точно то же самое, понимаете. Вот у вас, можно сказать так, что у вас структура… Давайте я это скажу, значит, что у нас две тривиализации эквивалентные, значит, если у нас вот этот h альфа от x принадлежит структурной группе. Да, вот и структура, значит, G-расслоение, давайте я буду так говорить кратко для расстояния со структурной группой G, значит, это класс эквивалентности тривиализации. Смотрите, вы на одном и том же расстоянии можете ввести разные тривиализации, которые не будут, вот они не будут эквивалентны, как тривиализации со структурной группой G. Это отличать нужно. Вот, а теперь отлично, смотрите-ка, вот пусть у нас обе тривиализации эквивалентны. Значит, то есть у нас вот эти самые все замены, они проистекают из действия структурной группы. Опять смотрите, что я сделаю. Давайте я напишу такое вот тривиальное торжество. Смотрите, фи бета в минус первой с волной на фи альфа с волной равно. Что я сделаю? Я просто воткну сюда вот просто дождественное отображение. Фи альфа на, значит, фи, здесь четочкой, на фи альфа в минус первой на фи альфа. Вот это, это просто трождественное отображение. Значит, на, а здесь тоже трождественное отображение, фи бета в минус первой на фи бета, это тоже трождественное отображение на фи бета с волной в минус первой. Смотрите, я воткнул туда просто два трождественных отображения. а теперь я перепишу это по другому расставив скобки. Смотрите, у меня будет фи альфа на фи альфа в минус 1. Здесь мне будет фи альфа на фи бета в минус 1. Здесь мне будет на, здесь напишу так, фи бета на фи бета в минус 1 в минус 1. Смотрите, вот если применить к паре xf, получим, получим что? На x это никак не действует, а на f это действует как? Смотрите, вот это дело у вас действует просто как склеивающий катцикл g альфа бета свалной. Вот это вот, смотрите, это вот ровно то, что у нас стоит здесь, это дает h альфа. Вот это дает нам склеивающий катцикл g альфа бета старого, то есть это тривилизации без тильды, а вот это даст нам просто h бета в минус 1. Вот эти вот, это вот соотношение, которое есть между склеивающими катциклами двух тривилизаций. Теперь смотрите, я произнесу некоторые слова, которые понятны тем, кто знает из алгебрической топологии, какомологии чеха. Если вы не знаете, то вы эту часть можете смело прослушать, мы ее нигде дальше использовать не будем. Смотрите, давайте смотреть на h1 для покрытия у альфа с коэффициентами в группе g, где g у меня аддитивная группа. Да, значит, у меня к гомологии, значит, чеха покрытия у альфа. Ну, смотрите, как бы, что у меня тогда коциклы. Они у меня тогда вот таким требованием. Да, они у меня кососиметричны, g альфа бета, да, плюс, g альфа бета плюс g бета альфа у меня ноль, а еще у меня есть условие коцикла, да, значит, g альфа-бета плюс g бета-гамма плюс g гамма-альфа равно 0. Смотрите, а если группа мультипликативная, у меня будет тогда вот такая штука для мультипликативной группы. У меня будет, смотрите, g бета-альфа на g бета-альфа равно единице группы и g альфа-бета на g бета-гамма на g альфа-гамма-альфа. Это будет у меня е. Смотрите, это вот ровно те условия, которые были у нас у склеивающего к-цикла. Где-то там я их когда-то писал. Сейчас, где же я их писал, это было уже так давно. Вот. Смотрите, это свойство склеивающего к-цикла. Так вот, как ни странно, как вы видите, это действительно, значит, свойство к-цикла. Единственное, что смотрите, как бы, это для мультипликативной группы, а у нас на самом деле это не элементы группы, а отображения гладкие из у альфа-бета в соответствующую группу. Поэтому, значит, на самом деле, значит, наши склеивающие к-циклы Значит, это к-циклы, потому что это один к-циклы для к-гаммологии Чеха с коэффициентами в пучке g-значных функций. g-значных гладких функций. Давайте я буду изучать, как в этом g, да, вот этот самый пучок. А теперь смотрите, как бы, вот, вот, вот эта, вот, вот эта штука. Копировать, вставить. Вот смотрите, как бы, значит, в аддитивной записи в аддитивной записи, это, смотрите, просто вот такая вот штука. Это g альфа-бета плюс, а тут вот h альфа минус h бета. Что это такое? Это просто то, что вот эти вот к-циклы, они к-гаммологичны. То есть, смотрите, у вас к-циклы, они у вас определяют одну и ту же тривилизацию тогда и только тогда, когда они к-гаммологичны. Что из этого следует? Из этого следует вот что. Что если вы теперь определите, вот, первая к-гаммология базы с коэффициентами в этом пучке, как прямой предел по всем покрытиям от вот этих самых вот покрытий с коэффициентами в g, то у вас тогда будет вот такая штука. У вас тут будут, значит, вот классы, значит, ну, давайте, я буду здесь просто писать. Здесь у вас, значит, будет, значит, расслоение со структурной группой g над базой. А тут у вас будет просто группа h1 от b с коэффициентами в g. вот, как бы, то есть это такое вот, как называется там, кагмологическое описание классов эквивалентности расслоений. Значит, если вы не понимаете этих слов, это неважно, забудьте это, вот, как бы, ну, если вы знаете, то, как бы, это полезно знать, потому что, как бы, это вам позволяет посчитать какие-то вещи просто. Например, ну, например, как сказать, например, вот, если у вас структурная группа, это o от единицы, o от единицы, это просто там плюс-минус один. Да, это просто z2. Гладкие функции с коэффициентами там, это просто константы. Поэтому у вас, если структурная группа, это o от единицы, то это просто там первая кагмология с коэффициентами в z2. Ну, а первая кагмология с коэффициентами в z2, ну, это какой-то простой объект из алгебрической топологии. Вот, например, вот h1 от s1 с коэффициентами в z2, это z2. Поэтому, значит, у вас вот над окружностью, значит, o от 1 расслоений неэквивалентных ровно две штуки. Хорошо. Значит, давайте мы вернемся теперь ко всем, а не только к тем, значит, кто знает алгебрическую топологию. Смотрите, есть такая штука, которая тут тоже полезна, которую полезно знать, и это называется ассоциированные расслоения. Вот что это такое. Давайте мы с вами вспомним, что мы вот по этим данным можем восстановить расслоение. Если у нас есть база, тривилизующее покрытие, склеивающие коциклы, структурная группа и еще слой, я могу сконструировать е. Да, значит, можем построить. А теперь представим, что у нас, пусть у нас g действует на каком-то многообразии f1 и на f2. Тогда, значит, что? По базе, значит, цивилизующей окрестности с клеивающим коциклом можно построить два расслоения. Смотрите, у них вот эти данные разные, то есть одни и те же, у них общая база и общая цивилизация, а слои разные. Так вот, вот такие расслоения, они называются ассоциированы. Мы дальше увидим, как бы, такую важную штуку. Вот у нас будет некоторая такая штука, это называется главное расслоение. Главное расслоение – такое расслоение, где на тотальном пространстве есть там правое, свободное действие группы. И почему они главные? Потому что с помощью некоторой конструкции из них можно будет строить все ассоциированные с ними. То есть вот на самом деле любое расслоение можно построить из главного. Именно поэтому они главные. Мы это будем обсуждать позже, но, значит, то, что есть вот ассоциированные расслоения, это нужно, как бы, знать уже сейчас. Вот я хочу сказать тоже такую штуку, про которую я забыл по-видимому сказать раньше, я не помню, чтобы я это сказал. Вот у меня есть ЕП в Б. Вот у меня в Б есть какая-то точка Х. А над Х, тогда у меня висит ее проба с П минус первой от Х. Так вот, это обозначается обычно ЕХ на П минус первая от Х. Это называется слой над точкой Х. Упражнение такое абсолютно триальное. Значит, если расслоение локально тривиальное со слоем Ф, то для любого Х слой дифиаморфен Ф. Ну, это, слушайте, это на самом деле тривиальность абсолютная, да, потому что, как бы, если посмотреть на вот эту вот диаграмму, да, ну, как бы у вас вот тут точка, над ней висит слой, а Фиальфа, это куда у вас переводит? Ну, вот в эту точку на слой, да, поэтому, как бы, это цивиальное утверждение там. Но, значит, надо знать, да. Я хочу сказать, что я не случайно постоянно пишу и рисую такие вот картины, где у меня тотальное пространство сверху, а база снизу, а проекция у меня это, это, это положение сверху вниз, как бы. Это такое употребление, которое очень привычно, все им пользуются, и оно, на самом деле, оно постоянно возникает в терминологии, да. Вот почему мы говорим там слой над точкой Х? Это по-близски то же самое, там, Fiber over X. Потому что мы мысленно всегда представляем, что у нас, значит, тотальное пространство сверху, и оно как-то там, значит, у нас проецируется вниз. Так, значит, у меня осталось 9 минут. Давайте я попытаюсь рассказать последнюю вещь сегодня. Смотрите, когда у нас есть какие-то объекты, то мы очень любим тут же начинать их как-то там отображать. То есть мы, например, говорим, что вот есть у нас группы, и мы тут же определяем, значит, гоморфизмы группы. У нас есть гладкие многообразия, и мы определяем, значит, там гладкое отображение многообразия и так далее. Поэтому, естественно, что для расслоений нам тоже нужны какие-то отображения, да. Значит, давайте мы это назовем, значит, отображения. Они же, значит, морфизмы расслоений. Ну, смотрите, тут проще всего, если у вас одна и та же база, да. Вот пусть у меня есть, смотрите, я вот у Е1 и Е2 буду писать индекс сверху, чтобы именно, чтобы слой как-то там писали, да. Вот, смотрите, вот у меня есть вот такая штука, определение, да. Вот это самое F, это, значит, у меня морфизм расслоений. Значит, над одной базой, да, значит, если диаграмма коммутативна. Смотрите, а что это значит? Вот у меня точка висела над, у меня точка тотального пространства висела над точкой базы X. Так, она должна тогда снова висеть над точкой, над XO. Это значит, что если я беру слой над X первого, то он отображается у меня в слой над X второго, да. То есть это то, значит, слой переводится у нас в слой. Поэтому это то же самое, часто говорят, что это послойное отображение. Значит, то есть это послойное отображение. Отображение. Смотрите, как бы, мы для векторных расслоений иногда будем требовать чего-то такое особенного, именно потому что они векторные. Смотрите, как бы, если расслоение векторное, то у нас вот это, вот это линейное пространство. И вот это линейное пространство. Так вот, мы тогда будем требовать, чтобы вот это отображение было линейным. Значит, для векторных расслоений требуем, чтобы, значит, смотрите, f, ограниченное на каждый слой из этого слоя вот в этот слой, было линейным. Это такое, естественно, требование, потому что нам хочется, естественно, что если у вас есть какая-то линейная структура, то тогда, значит, это было у вас. Значит, что, если у нас базы разные, ну, тогда тоже понятно, как бы, да, что у вас будет, как бы, то у вас будет, значит, e1 на b1, а тут у вас, значит, e2 на b2. Тогда вам нужно уже два отображения. Вот у вас есть какое-то отображение здесь и какое-то такое отображение здесь, и надо просто, естественно, образом модифицировать, да, то есть, как бы, я просто, я возьму сейчас вот это вот все скопирую. Так, копировать просто. Изменю то, что мне надо изменить здесь. Определение, да. Значит, я буду говорить, что, значит, теперь у меня, значит, есть такая пара, да, то есть, вот это самое f, f, морфизм расслоений, да, есть диаграмма коммутативная. Это значит, что f от слоя над x принадлежит в слое, только здесь единственное, что будет над точкой не x, а над точкой f большое от x. То есть, это по-прежнему послойное отображение, да. Значит, и для веточных расслоений требуем, чтобы вот эта штука, да, единственное, только что здесь будет, значит, f большое от x, да, было не менее. То есть, как бы это все абсолютно естественно. Вот вам морфизм расслоений, да. Значит, нам нужно, значит, нам нужно, чтобы отображались, значит, тотальное пространство, нам нужно, чтобы отображались базы, вот, и нужна, значит, вот такая вот штука. Значит, ясно, что, значит, у нас, значит, изоморфизм, значит, если есть обратный, да, значит, а, значит, для векторных, для векторных, значит, мономорфизм, да, это, значит, что для любого x, вот, вот это вот f, ограниченное на вот эту штуку, вот это вот линейное отображение будет мономорфизм. То есть, каждый слой вкладывается, вкладывается у вас инъективно. Ой, значит, смотрите, как бы здесь есть еще такое отдельное понятие, как бы такое очень мутное, да, такое, как бы, которое нам, на самом деле, не понадобится, но его надо сказать, что иногда нам хочется сказать, что есть морфизм жерослоений, да, вот, который нам, значит, значит, морфизм для жерослоений. Значит, если он уважает структурную группу. Это понятие, ну, такое, очень такое мутранное, как бы, вот, значит, что нам, что нам здесь нужно, как бы, первое, да, значит, это морфизм, в смысле того, что было раньше. Второе, значит, у обоих расслоений один слой. А, третье, такая штука, да, значит, что мне тут требуется. Значит, пусть у меня есть, значит, У1 альфа, это у меня треволизующие окрестности Е1, да, а У2 альфа, треволизующие окрестности Е2. Мне понадобится какая-то такая сейчас ерунгень. Вот пусть у меня, значит, есть какой-то такой У2, какой-нибудь, там бета-штрих, да, значит, тут мне висит П2, да, его прообраз. Он у меня как-то там с помощью F, а тут у меня с помощью F. Тут у меня, смотрите, тут мне будет такой вот У1 альфа пересечь с У2 бета-штрих, да, даже не так. Все гораздо хуже. Давайте я буду писать какую-нибудь такую ересь, типа У1 альфа бета-штрих. Что это такое? У1 альфа бета-штрих. Это я беру в первом У1 и пересекаю с полным прообразом от У2 бета-штрих. Над ним у меня висит, прости господи, П1 в минус первое от У1 альфа бета-штрих. Здесь я тривилизуюсь с помощью, там, F1 бета-штрих в какой-то, значит, там, У2 бета-штрих на F. А здесь я тривилизуюсь с помощью, значит, F1 бета-штрих на F. В какую-то там У1 альфа, тут даже без штриха, или без единицы, на F. Так вот, мне надо, чтобы вот это вот сквозное отображение, которое здесь есть, значит, надо, чтобы, значит, как оно устроено, значит, F1 альфа первое в минус первой на F на F2 бета-штрих от XF. Было устроено так, X на какой-то элемент группы. Назовемо как-нибудь. Там, K альфа бета-штрих от XF. Вот это был у меня какой-то элемент группы G. То есть, смотрите, мне вот нужно, вот, если у меня есть какая-то структурная группа, и я, значит, хочу, чтобы это как-то было, чтобы это был морфизм согласован с действием структурной группы, то мне тут нужно, чтобы вот это вот отображение, в том, как я его, значит, реализую с помощью цивилизации там и сям, чтобы оно проистекало из действий группы. Вот эти, это требование, оно такое чрезвычайно ограничительное. Оно, поэтому нам никогда не понадобится. Оно очень ограничительное, потому что структурная группа должна быть одна, слой один и так далее. Это очень плохо. Например, вот смотрите, вот условие линейности, оно такое достаточно простое, потому что у меня слой может быть разным, там может быть какой-то РК, там может быть РН, как бы структурная группа, она, соответственно, будет там какая-то подгруппа ЖЛН, там какая-то структурная группа ЖЛК. Это гораздо более такое свободное требование. Поэтому, значит, вот это нам надо. А вот это нам понадобится потом, может быть, только для главных расслоений, гораздо позже. Ну, значит, вот тут у нас уже все, как говорится, наступило утро, и Шхризада прекратила дозволенные речи. Значит, дальше у нас будут сечения расслоений. Это важно, потому что очень важно. Мы увидим, что сечение касательного расслоения – это просто верхние поля. И это объясняет, почему нам на самом деле все это интересно. Если вспомните, когда мы жили на поверхностях, у нас были связности, которые эквариантные производные, да, и мы дали производные верхних полей вдоль верхних полей. Вот вся наша возня с расслоениями нужна для того, чтобы обобщить наши верхние поля. То есть вместо того, чтобы работать с эквариантными производными векторных полей, мы будем работать с эквариантными производными сечения расслоений. То есть мы наконец-то приближаемся к тому, как у нас первая часть связана со второй. Потому что у нас была какая-то первая часть, где были кривые поверхности, и мы занимались там ясно чем. А потом мы так вот вроде бы начали делать что-то, что совсем не имеет никакого отношения к тому, что было до этого. Имеет, но это будет ясно, значит, уже вот достаточно скоро. Теперь, пожалуйста, знаете, дайте мне одну секунду. Дайте я посмотрю на листок. Можно ли... Нет, еще рано. Еще рано. Вот новый листок будет после следующей лекции, потому что все-таки там мы еще не можем решать задачи оттуда. Есть ли у нас какие-нибудь вопросы? Ну, вопросов нет. Все пришиблены большой наукой. Ну, значит, ничего страшного. Чем дальше мы будем двигаться, тем будет яснее это становиться. То есть мы увидим, что на самом деле мы обобщаем верховные поля. Ну, все. На этом тогда на сегодня все. До свидания и до новых встреч через неделю. А тут есть вопрос какой-то в чате. Слушайте, кто же этот чат видит-то? Правильно ли я понимаю, что в определении верховного расстояния нужно потребовать существование ВП на слоях? А что такое ВП? Верховное поле, что ли? Нет, не надо. Они там возникнут естественным образом. Нет, ну, как, ну, не надо требовать? Это же уже есть. Смотрите, мы же потребовали в определении верховного пространства, что у нас слой. То есть мы в определении верховного расстояния мы потребовали, что у нас слой – это верховное пространство, а структурная группа – это какая-то подгруппа, линейная группа на этом верховном пространстве действующего. А у нас каждый слой, как мы только что обсуждали, он слой на точке и заморфим слоем. Поэтому у нас, естественно, в слое над каждой точкой есть структура верховного пространства. То есть это все уже сделано. То есть нам не надо ничего дополнительного требовать. Как только мы говорим, что наш слой – это верховное пространство, у нас все это уже есть. Ну, все тогда. До свидания, до следующей недели. До свидания. Спасибо. Спасибо.